Под заголовок 4. Абд-эль-Кадер-эль-Хусейни Абд-эль-Кадер-эль-Хусейни был талантливым и опытным командиром, но это был больше, чем командир. Прежде всего он был племянником Иерусалимского муфтия Хадж Амина-эль-Хусейни. Таким образом, клан Эль-Хусейни соединял духовное и военное руководство арабами Палестины. Военные успехи Абд-эль-Кадера были значительны. Он почти развалил еврейские коммуникации на дорогах к Иерусалиму. Несколько недель тому назад обсуждалось предложение устроить ему засаду, но идею отклонили ради шансов договориться с семьей Хусейни в частном порядке. Теперь Абд-эль-Кадер был убит в бою. В начале апреля Абд-эль-Кадер был в Сирии, где пытался получить тяжелое оружие для своего плана захвата района Кастеля. Во время переговоров пришло известие о падении деревни. Хусейни понял, что его упредили. В гневе он потребовал пушек, но получил отказ. Хусейни бросил на стол военной комиссии Лиги Арабских стран карту Палестины и закричал в лицо председателю. «Ты предатель! История заклеймит тебя! Я вернусь в Кастель с пушками или без них! Верну Кастель или погибну в бою!» В буре чувств Эль-Кадер написал в ту же ночь стихотворение, посвященное сыну. «Это смелая земля! Ты земля наших отцов! На эту землю нет права у евреев! Как могу я спать, пока враг на ней? Что-то горит в моем сердце! Родина зовет!» Сноска В настоящее время этот сын, Фейсал Эль-Хусейни, успешно побеждает правительство Израиля в дипломатической борьбе. Кредо израильского правительства сформулировал Рабин. «У нас есть права на страну Израиля, но мы предпочитаем не реализовывать их». Конец сноски 5 апреля Эль-Хусейни вернулся в свою ставку в городке Бирзейд, к северу от Рамалы, и начал организовывать наступление на Кастель. 150 отборных бойцов было послано в бой. Иракские добровольцы передали им станковые пулеметы и минометы. Хусейни нашел еще 120 опытных бойцов. К ним присоединились 15 дезертиров английской армии и около 150 добровольцев из Сирии и Ирака, а также добровольцы из Рамалы. Агенты Эль-Хусейни созывали ополчение из деревень. К ночи с 7 на 8 апреля почти вся деревня была в арабских руках. Саперы были посланы к штабу обороны с зарядом взрывчатки. Мину, впрочем, обезвредили, а саперы были убиты. На обратном пути около могилы шейха Моше Кацнельсон убил двоих. Третий поднял руки и стал молить о пощаде. Табенкин «Но наши парни пустили ему пулю в голову». Перед восходом солнца 8 апреля в осажденную деревню пришел Абд-эль-Кадер с двумя сопровождающими. Известны их имена – Арикат и Арафат. Возможно, Ясер Арафат. Точно неизвестна цель визита. Может быть, они хотели проверить, почему не взрывается мина. В 4 часа утра все трое поднялись на вершину горы и оказались около дома Мухтара. На балконе спал сержант Мейр Кармель. Он проснулся и решил, что перед ним авангард обещанного подкрепления. В соответствии со стилем пальмаха он обратился к ним по-арабски. «Тару я джамма!» «Идите сюда, о друзья!» Произношение выдало, что он не араб. Но, видимо, Хусейни решил, что перед ним английский дезертир. Он ответил по-английски. «Хелло, бойс!» Салман тоже проснулся и крикнул Мейру. «Это арабы!» Мейр полоснул их очередью из стена. Двое убежали, а Хусейни упал на землю и застонал. «Ватер! Ватер!» Фельдшер протянул ему флягу, но он был уже мертв. На трупе нашли револьвер с ручкой слоновой кости и поняли, что убита важная птица. Документы были выписаны на другое имя и труп не опознали. В Иерусалим доложили, что убит арабский командир. Арабы не знали, что Хусейни убит. Они надеялись, что он попал в плен. Теперь они были связаны долгом чести, спасти его. Тем временем пришли агентурные сведения. Неизвестно, где находится Эль-Хусейни. Тогда еврейская разведка догадалась, кого убили ночью на Кастеле. Видимо, осознали и угрозу, нависшую над защитниками. Пытались договориться о выдаче тела, но попытка перевести его в Иерусалим не удалась. На Кастель был передан совет выставить тело на холмик, чтобы арабы опознали его. Это не было осуществлено. 8 апреля арабы вели отчаянный бой за освобождение почитаемого командира, который уже был мертв. Итогом было взятие Кастеля и разгром еврейской обороны. Продолжение следует...